привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет с вами небольшой выпуск так как планы у нас на ближайшее будущее огромные мы планируем переходить тихий океан мы начинаем готовить нашу лодку данному переходу это наверное наш последний панамский выпуск и мы покидаем эту великолепную страну конечно мы уже привыкли конечно же нам немножко грустно но тем не менее время не стоит на месте все мы меняемся все меняется в жизни и мы идем дальше тихий океан а вы идете с нами так как мы опоздали с приездом в панаму потому что гнали этот power бот из мальдив на пхукет об этом ролик уже наверное был на канале и сейчас мы с сережей который был на этой лодке капитаном вместе со мной на переходе прилетели вдвоем в панаму потому что на моей лодке огромное количество задач которые нам нужно будет делать и так вот серёжа и всем здравствуйте этого человека уже знаете поэтому мы сегодня будем делать кучу кучу всего полезного а может и не полезного погнали в общем закупаться и будем делать дела так ну что народ вот мы уже в машинке мы взяли в аренду это suzuki джим не такой маленький джипчик и мы сейчас едем в строительный магазин покупать всякие полезные пасочки можете вам даже покажу что-то интересное по дороге а еще мы поехали по встречке да стопать ой неудобство вышло но здесь красиво виден пляж отлив короче мы поехали по встречке очень неудобная ситуация хотел показать вам красиво а получилось не очень сейчас не по встречке так с приехали из магазина вот у нас тут столько всего чтобы вы понимали вот это провода которые у нас будут для идти для подключения солнечных панелей вот это провода для подключения батарей так вот это вот все это почти 1000 долларов между прочим 400 баксов только провода для подключения батарей стоит естественно в тихий океан мы пойдем с небольшими обновлениями лодки вы уже в этом знаете и так смотрите что у нас тут стоит ап ну что те кто не знает это starlink и я надеюсь что у нас тихоокеанском переходе будет интернет и вам покажем всю красоту тихоокеана но уже когда будет это далеко в офшоре поэтому держим пальцы там сейчас много есть водных может быть все получится и я на это искренне надеюсь поэтому starlink это одна из покупок а теперь давайте я вам покажу всю весь ужас того что у нас сейчас происходит потому что лодка полностью у нас до оборудоваться как бы на самом деле ничего особенного то есть добавим панелей мы купили много всяких вик тронов то есть я не буду показывать каждый элемент как мы ставили просто будет такой фактаж делаем вот это делаем вот это делаем вот это и так у нас здесь выгружены все локеры то есть вот такой вот локер с другой стороны мы разобрали у нас сейчас здесь просто какой-то кошмар и апокалипсис потому что все вынуто а сделали мы следующее мы поставили вот радио у нас радио под крышечкой стандарт горизонт радио нужно в кокпите и она независимо потому что когда вы идете где-то далеко можно выключить основное радио внутри она не будет там будить людей не будет мешать вот это радио которая здесь у нас как пить и будет стоять и у него есть своя небольшая антенка но крышечка обязательно потому что весел солнце будет разрушена вот у него есть маленькая антенка мы ее провели через трубу но еще не зафиксировали потому что в трубе у нас еще будут идти новые провода от наших солнечных панелей то есть вот такая будет антенна небольшая так далее что мы сделали поставили счетчик цепи которые у нас был quick он поломался это у нас iris 2 то есть это то же самое управление лебедкой только чуть-чуть дешевле потому что старый quick реально бы 500 долларов за такую хрень мне реально жалко платить а это стоит 220 по моему тоже много но как бы окей так далее у нас отвалилась gps антенна старая мы поставили на место старой вот такую вот новую и она еще не проведена когда мы все провода здесь сверху соберем жгут мы их будем все вместе тащить они по одному потому что это не оптимально с точки зрения процессов количество задач у нас действительно большое да серый не вопрос нет нет все нормально там андрей у нас красный там где синие соответственно я красный сейчас прикручу на синюю подачу почему но чтобы здесь было холодно наоборот просто делаешь не то его увидеть не это неважно короче у нас просто текут краны мы краны новые купили на амазоне и сейчас просто собираем их и все поэтому сейчас этот нас серёжа доделывает а второй я уже доделал так вот он ну это вода сейчас не течет потому что у нас отключен насос ну в общем все давай но он был здесь вот эту мы сейчас затягиваем есть мы очень основательно подготовились переходу мы перебрали всю электрику потому что это сердце нашего перехода энергообеспечения должно быть сделано супер подключили новую систему виктрон теперь мы обеспечены не только энергией а еще и системой мониторинга и решили огромное количество мелких висяков которые у нас накопились по лодке за что серёжа кипаре огромная благодарность ну и сегодня серёжа кипара улетел на букет улетел в таиланд будет заниматься ремонтом лодки фантом которую вы видели которую мы перегоняли с мальдив на букет это будет его задача серёжа огромное тебе спасибо очень помог если бы не ты я не знаю как бы я вот эти все ремонты распетлял просто я не знаю времени бы не хватило серёжа конечно сделал огромное дело и решил огромное количество вопросов поэтому спасибо тебе дружище большое мир тесный скоро опять увидимся я уверен и так что у нас по старлинку старлинк дает великолепную скорость на download на upload кстати говоря тоже то есть интернет который работает через спутник значительно лучше чем обычный там домашний интернет в большей части ну естественно дороже но в данном случае нам окей вот такие великолепные у нас led лампочки но это еще не все смотрите к лампочкам есть пульт во первых можно регулировать его делать теплее холоднее ярче тусклее и of он то есть теперь у нас лампочки еще и отключаются с пульта это было все произошло потому что у нас в основной в кают компании главном салоне наши лампочки приказали долго жить поэтому мы сняли их с передней кабины а сюда просто купили новые другие ну и в принципе уже наверное пора поменять на всей лодке но это был тест-драйв если хорошие то мы поменяем по всей лодке у нас комнате сейчас еще небольшой бардак и так вот у нас это передатчик старлинка работает все очень быстро но собственно тарелка старлинка у нас пока стоит вот просто на палубе как ее ставить стационарно я еще не знаю буду думать но даже так стоя на палубе все великолепно сейчас у нас был мастер по холодильникам сделал ревизию холодцов потому что переходе это очень важно в общем мы сейчас готовим лодку к переходу и дина поехала уже за покупками у нас уже новая команда я вам уже ее сейчас буду представлять в общем мы уже находимся в одном шаге от выхода и перехода тихого океана ас вот те дальние это наши жесткие панели 550 ватт каждая а и здесь у нас мягкие панели мы постелили по 430 ватт каждая то есть грубо говоря у нас 2 по 430 и 2 по 550 почему мы сюда поставили мягкие они жесткие жесткие панели находятся в том месте куда нам ходить не нужно мягкие здесь где можно делать барбекю например вот сюда можно упереться ногами на самом деле я шучу просто там где нужно стоять и по этим панелям можно ходить мы их положили на большой слой сика флекса то есть по ним теперь можно ходить и не бояться их повредить и теперь мы можем на панели становиться собирать там паруса в бум и работать там с парусами на уровне там вот груди живота это очень удобно так все с панелями все понятно и так у нас инвертор все работает 220 12 вольт много мощности батареи заряжены я надеюсь что вот в таком режиме мы будем идти тихий океан такс ну у нас лодка сейчас приобретает уже в принципе божеский вид короче из важного что мы сделали мы доставили солнечных панелей у нас сейчас два киловатта мы это сделали для того чтобы мы могли пользоваться 220 вольтовой бортовой сетью у нас стоит виктрон про виктрон когда-нибудь в будущем будет отдельный выпуск потому что это очень развернутый материал его вот показывать как там что собирается не будем я потом расскажу как бы все в деталях но сейчас что мы имеем смотрите у нас есть такой прибор называется церба это в принципе общий мониторинг того что происходит вот сейчас у нас идет инвертор здесь можно его там включать выключать но это не самое важное у нас сейчас идет и силу от 48 ватт это значит что у нас работает starlink это наши солнечные панели выдают 550 600 ватт сейчас в данный момент у нас батареи заряжены на сто процентов и дальше там куда-то 10 система передает у нас там заряжается powerbank и куча всего прочего полезного то есть по каждому из вот устройств мы можем получить детальную аналитику что у нас здесь происходит то есть ну короче очень крутая система очень нравится и можно залезть допустим там куда-нибудь в меню и посмотреть здесь огромное количество там не знаю что делает мульти плюс короче у нас сейчас все работает и есть полная аналитика мы не подключены в данный момент к берегу уже три дня мы испытываем систему и вот теперь у у нас есть вот такая возможность например включить кофеварочку у нас работает все от бортовой сети 3 киловаттный инвертор 3 киловатта любые устройства это не в пике это регулярной мощности а в пике там по моему чуть-чуть побольше так значительно там наверно 5 может в пике но я этого не знаю нам это не нужно нас полтора это наверное самые мощные потребители и так у нас теперь работает кофеварка стиралка посудомойка все это работает от батареи батареи в 10 утра у нас уже заряженные до 100 процентов можно яхте такс ну что сейчас будем не мыть но на лодке 80 долларов мне это будет стоить сейчас двое человек приедут и быстренько все почистят принимаем работу ну нельзя сказать что хорошо все от мыли ракушки на ватерлинии а может уже краска облезла но уже так и будет она где-то чуть-чуть получше где-то чуть похуже но в любом случае для того чтобы идти через океан сильно лучше а там уже будем думать что с этим делать ну в общем лодка у нас чисто идти будет быстрее так сбегу уже с лодки целый день занимался делами там по мелочам исправил всякие показания датчика воды мотор не глушился кнопкой просто там перетяжкой стяжкой было перетянуты провода короче всякой фигней мелкой а сейчас я с ребятами приехала и привезли полную машину еды это будет и данном на переход мы планируем 36 дней в переходе сейчас покажем сколько здесь всего полезного вот машина по пирсу едет задним ходом это наша ну привет добрый день мама мия с яйцами ехал вот это вы постарались ничего себе да что это такая за коробочка великолепие такие дорогие знаешь что разрешили себе позволили богатая жизнь она другая не можем отвыкнуть никак так ну что выгружаем всех на что у нас здесь мама ну как вы поняли не пьющий переход я уже только что за спойлерил ну тут на самом деле немного если взять на больше месяца то уж понимаете что это смешно это наш кстати новый тузик и полоновый апокс мы купили почему ты так медленно идешь беги у нас лодка превращается в склад ну что друзья как вы решились на вот это мероприятие и вообще кто вы мы как я медугас это моя жена кристина мы необычная пара да как мы решили но мы их смены и мы мы имеем свою я кто и что мы делали всю жизнь столько были на селеземке там имея много опыта знаем что как делать всю жизнь планировали и длинные переходы и кто лучше чем сергей может нам показать научить объяснить как это делается так ну только увидели что есть вариант сергеем плыть через тихий сразу первое что я сделал написал сергею сказал сергей вы хочет но это же два месяца это же долго да это долго это страшно потому что у нас три ребенка дома остались без родителей и работы и выкинули все но мы свою жизнь связываем с яхтингом когда наши дети подрастут мы все равно будем плыть кругосветку будем смотреть разные страны так что такой шанс попадается раз жизни вы все сделали чтобы его взять использовать а тебе не страшно вы мясо у нас подольше сохранилась мы его делаем вот таким вот вакуумизатором короче мы сейчас порционно будем закатывать у нас есть пакетики и мясо у нас будет по порционно и заодно это хорошо потому что она будет заморожена именно порционными кусочками по четыре мы сейчас взяли курицу она у нас замороженная но чуть растаяла короче вот у нас получается короче да ну сейчас мы приноровимся немного делаем так сейчас он теперь делает сил и когда он потухнул все это у нас готово открываем вот у нас вакуумизированный пакет прикол этого в том что это долго хранится и можно его вот так напаковать даже сырое мясо в холодильнике будет храниться на несколько дней больше а замороженная еще больше мяско вот тут она лежит но его положили в морозилку так поближе чтобы она проморозилась ну и в этом холодильнике курица сколько мы мясо купили мы купили 10 килограмм мяса и 5 килограмм курицы из нас этого 15 килограмм они много еще сосиски ну что как вам поездка сегодняшняя ушки это мы купили ремкомплект под стол реп ну в общем надеюсь что получится посмотрим как вообще поездка была сложная долгая долгая сложная продуктивная да вот я целый день целый день сегодня вернулись до темноты это прямо большая 10 часов машины ну что народ мы выходим сейчас идем в панама сити как минимум уже покидаем это великолепное место и там будем делать check out потому что оказалось что здесь вистамар есть только иммиграция а таможни нету поэтому сарпы нам могут сделать только в панама сити у нас уже даже там есть агент которому мы заплатили денег еще при прохождении канала просто нужно прийти туда и это все оформить так что у нас здесь все тут у нас все хорошо сейчас поймаем gps трек у нас есть ну готовим лодку заливаем воду отключаем электричество и все стартуем все выходит так что у нас есть время сразу быстро действует какой-то и такой-то и Тоня, погоди, погоди. Капитан сказал, надо. Сейчас идет смена сезона на мокрый сезон. Вот смотрите, какое небо такое тяжелое. Там в Панамо-Сити, наверное, дождей куча идет. Вот такой жаркий, яркий. А спереди тучи. И видно, как идет дождь. Так, ну вот мы подходим к Ислатобогу. Вот здесь находится справа. А вот левее, это уже Панамо-Сити. Там даже, если присмотреться, вдалеке видны дома. Так вот, сейчас мы идем, мы договорились с Мариной Эльаплоитой. У нас уже был выпуск, в котором я рассказывал про Марины на Тихоокеанской стороне Панамы. В общем, мы договорились, мы идем на оформление и постоим в Марине. Денечек. И завтра выдвинемся уже. Так, ну вот мы встали в Марине Эльаплоита. Мы ее уже вам показывали. Здесь, кстати, болтают сейчас лодки просто безумно. Не знаю, видно или нет. Ну, короче, здесь заходит СВЭЛ и лодки болтаются фенегуманно. Ну все, народ, вот мы приехали, получили бумажечку. Это САРПы, бумага на выход. У нас есть 24 часа на то, чтобы покинуть Панаму. Ну, это де юре, а де факто, в принципе, это никто не контролирует. Сейчас мы заходим на заправку, доливаем дизеля и идем на Лас-Перлос. И потом дальше в сторону Галапагос. Дизеляки! Так, у нас заправляется сейчас лодка. Потом наши все канистры находятся вот здесь вот в тузике. И они у нас также заправлены. То есть у нас суммарно где-то, наверное, литров 600 с чем-то топлива. И мы с ними вот начинаем наше движение. Ну вот и мы выходим на Тихий. Сейчас только мы зайдем на острова Лас-Перлос. Сейчас это у нас будет точка перед выходом. Просто посмотреть еще раз на красоты Панамы. И далее нас ждет 4000. До Галапагос нас ожидает небольшая турбулентность. А может быть и полное отсутствие ветра. А может быть что-то вперемешку. А после Галапагос мы уже ложимся на посад. Выходим на южное экваториальное течение. Мы планируем доехать уже до Маркес. Все. У нас такой план на наш выход. Посмотрим, как он, конечно, будет реализовываться. Но все. Мы уже наш шаг сделали. Мы вышли из Панамы и двигаемся в сторону Тихого океана. Тихо океана. Мы вышли из Панамы и двигаемся в сторону Тихого океана.